Здравствуйте, с вами Фрей Ватсон и игра Холмс Ктулху. Кажется, я уже что-то подобное говорил, но тем не менее, мы с вами вернулись и готовы изучать. Готовы изучать просто по полной. Я должен сказать, что у этого парня довольно неплохо... Да, освещение довольно неплохо освещает его лицо. Мне кажется, что игра слегка подтормаживает. Неужели я не всё закрыл, всё, что мне нужно было... Мне лучше повернуть назад. Я, чёрт побери, с тобой согласен. Это тот единственный случай, когда я полностью согласен, во-первых, с наличием... Мне незачем туда идти. С наличием невидимой стены, а во-вторых, с его комментариями по поводу наличия этой самой стены. Ну-ка, 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 лоуизиананимф... Лозья... 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 Лозьянские нимфы, что ли? Но, правда, насколько я понимаю, в данном случае нимфа всё-таки одна. Ух ты ж, ё-моё! Очень. Очень. Что здесь написано? Куазды... Чгэнз... Не знаю, не знаю, что это, что это. А, я думал, что ты есть собачка, но ты есть некий работник, который совершенно не разговаривает со мной, как бы я не пытался нажать на мышку. Ещё один шаг, и ваши мозги пойдут на хором крокодилам. Весь континент встречает нас с распростёртыми объятиями. Так, кажется, вы говорили. Прошу прощения, милейший. А банк скоро откроется? Когда мистер Блэкман вернётся из Баттон-Руж с бабками? Вас ограбили? Ничего подобного, сэр. У нас была распродажа драгоценных камней. Когда должен вернуться мистер Блэкман? Он может вернуться когда угодно, но точно не раньше, чем через три дня. А кто-нибудь ещё может рассказать нам о проводящихся сделках? Дело в том, что мы приехали из Европы, и нас интересует конкретная партия драгоценных камней. Возможно, именно та самая, о которой вы сейчас рассказали. Я не имею права ничего вам рассказывать. И в любом случае, я ничего об этом не знаю. Ну, что же, это уже неплохое начало. Очень жаль, что я сначала попёрся прямо сюда. Да, это всё-таки плохой вид изучения. Категорически считаем мы все массово. Мне лучше повернуть назад. Ну, там было клёво. Правда, я вижу, что этот парень какой-то... Ну-ка, где... Эй-эй-эй, совсем не так. У меня просто в Маграндере на Кью настроено увеличение. А, возможно, там даже... Мне лучше повернуть назад. Да-да-да, дефолтовски. А здесь у меня на Кью настроен инвентарь. Так что, к сожалению, да. А сюда я тоже не могу зайти? Сюда я могу зайти? Замечательно. Привет тебе. Доброе утро, милый. Хочешь отдохнуть? Э-э-э... Нет. Благодарю вас, мисс. Воистину, уж лучше не такой тип отдыха, как у вас. В любом случае здесь невидимая стена, поэтому... Я так думаю, что ваше приглашение отдохнуть бессмысленно. И сквозь эти окна я ничего не вижу. А обычно, когда в этой игре могут что-то показать сквозь окна, они, чёрт побери, делают это. Блин, какое забавное местечко. Те нарисованные деревья, этот нарисованный кораблик, это... Интересная вода. Вода действительно приятная, честно. Она, по-моему, даже вся более-менее переливается, а может и нет. По крайней мере, здешнее окружение чуть более прорабо... Ух ты ж, ё-моё. Привет. Что ты там увидел? Или тебе просто настолько плохо? Такое чувство, что ему просто настолько плохо, или он так расстроен, если вообще он... Ну не... Что? Вы серьёзно? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Всё это мне напоминает Тургор. Хе-хе-хе-хе-хе. Серьёзно. Ту самую девушку, которая тоже не очень любила ходить сильно прикрытой. Да, и вас это тоже напоминает. Но это не важно. Это не важно. В любом случае, да, здесь народ действительно развлекается, и действительно развлекается не слабо. Это что? Я сначала подумал, что это, возможно, предмет одежды, но больше смахивает, не знаю, ну на полотенце, может быть, или ещё что-нибудь в этом духе. Так, ещё один дом. И да, пойдём-ка мы налево. Как обычно у нас курящий ходит налево. Ну, всего лишь вазики, разумеется, что не в жизни. Привет тебе. Ты у нас любишь сундуки, да? Лагедж. Сундуки перевозим. Всё странно. Реально сундуки. Какой чёрт народу сундуки? Это вот меня всегда поражало. Почему вообще, почему вообще когда-то народ хранил свои вещи в сундуках? В чём смысл? Или это просто... У них лучше не было идей, или просто сундуки можно было всегда перенести с места на место? Как бы такой ящик переносного характера. Что ж, может быть, ещё один шлаг белым. И нечто, что невозможно прочитать. Хотя там... Здесь реально когда-то были буквы у меня такое чувство. Здесь реально как будто бы что-то написано, просто не подделано. А может быть и нет. Может быть и нет. Что же, мы абсолютно уверяем себя в том, что... Здесь есть тупик. И никто не хочет с нами разговаривать. Здесь даже есть американский флаг. Всё это действительно в каком-то мере меня напоминает Америку. Что-то есть такое американистическое в том, как выглядят эти места. И мне это нравится, в принципе. Мне, пожалуй, отчасти здесь даже нравится чуть больше, чем в Лондоне. Ух ты ж. Иероглифы. У вас там, наверное, свет из бездны живёт? Вот, ещё один. Как? Мне лучше повернуть назад. Да чёрт тебя дерь, а. Как меня завьют? Признавайся, щен ль як он бзи. О! О! Это то, что надо. Мне лучше повернуть назад. А может быть и нет. А ты, может, что-нибудь новое скажешь? Повторяю, не сердить. Да. О, ещё одни двери. Это любопытно. Да, я могу их открыть. Круто. А вы говорите, пробел не используете. Во-первых, эта тварь меня очень сильно напугала. Во-вторых, какого хрена она издаёт настолько жуткий звук. Да ё-моё. Что за кошмар? Как такое вообще могли пропустить, я не знаю. Не зацензурить. И я-я-я-я-я-я-я-я. Мне лучше повернуть назад. Ну. Чёрт. А здесь почему ты не говоришь, что я что-то... Мне не стоит ходить сюда. В эту воду. В воду однажды что-то... Заткнись. Хороший пёсик. Не беспокойся. Всё будет нормально. Когда я кого-нибудь убью. Например, тебя. Да, я могу зайти в этот склад. Но зачем и куда я иду, и почему меня никто не останавливает? Всё так странно. Серьёзно. Куда я иду? И почему я сюда иду? Сюда я пройти не могу. О-о-о. Ха. Ха. Какое большое место. С каким большим... О, ещё одни двери. Я опять я могу их открыть. Ну, чё за... Серьёзно, что? Почему? Странный холм сойдёт сквозь все просто... Склады просто... Просто... Просто вообще. Это какой-то холмец. Серьёзно. Ух ты ж. Что это такое? Миссисипи. Салун, салун. Здрасте, салун, салун. Я прищён к вам. Салун, салун. Всем салун. Нет? Не нравится? Ну, ладно. Куда же мне в таком случае нужно идти? Здравствуйте, Ватсон. Ха. Явно не в этот дом. Я буду, пожалуй, массово пользоваться пробелом. Дабы понять хоть что-нибудь в этой загадке. В действительности здесь очень красиво. Поэтому, если бы я не спешил найти, я сам не знаю что, я бы, конечно же, смотрел вокруг и говорил, какая удивительная природа. А природа действительно здесь удивительная. Что-то есть такое экзотическое в Америке. Подобной экзотики не встретишь у нас. У нас вообще нет ничего. Просто нет ничего. Ну-ка, ну-ка, я что, я куда-то пришёл, наконец, или как? Здравствуйте. Вы можете приютить бедного, старого, нового, богатого? Чё? Этим сам лесу лучше не подходить. Обалдеть. То есть я гулял, гулял, и пришёл в тупик, и не знаю, что мне дальше делать. Кат. Ну-ка, ну-ка, здесь, кажется, есть ещё двери, которые я не пытался открыть. Да, и они тоже открываются. Здесь ещё все двери открываются. У меня такое подозрение. Начинает меня посещать. Но, опять же, это место, по крайней мере, пока что, так сказать, временно бесполезно. Также интересует меня, заводит ли вот это вот всё в тупик. Мне незачем туда идти. Заводит меня не в тупик, а заводит меня на другую сторону. Этой балки. Но, опять же, зачем? Повторяю, не серди. У нас здесь живёт один старик родом из Франции. Его зовут Шампань. И он знает всё обо всём, что у нас происходит. Вы найдёте его у груды досок дальше по пристани. В Америке можно купить всё. Вроде это все знают. То есть я дал ему денег, и теперь я знаю про Шампань. Я, вообще-то, автоматически думал, что мой инвентарь пусто. Но оказалось, что в моём инвентаре есть деньги, банковские документы. Ну, разумеется, спички и... О, боже мой. Ножик. Карта М. А, точно, не карта... Фу, господи. Кнопка М, хотел сказать, не работает, но... Может быть, Шампань всё-таки живёт в баре? Или... Где живёт Шампань? Где живёт Шампань? Шампань. Давайте в бартере портнёмся. Шампань! Шампань! Здесь никого нет. Да, ёпорст! Оказывается, что он здесь сидит. Да, точно, это он. Просто его раньше не было, теперь появился. С распростёртыми объятиями, да, Ватсон? Наполеон! Лафаэт! Не обращайте на собаку внимания. Они, знаете ли, не выносят запаха благородных господ. Особенно иностранных. Итак, чем старик Шампань может вам помочь? Вам нужны доски подлатать лодку или... Желаете экскурсию по болотам? В другой раз, милейший. Говорят, вы в курсе всего, что здесь происходит? Может и так. Мало ли, что там говорят. А что вы хотели узнать? Нас интересует недавняя сделка с драгоценными камнями. Уверен, вы знаете, о чём идёт речь. Конечно. Вот вы сказали, и я припомнил, что было такое дело с камнями. Но дело в том, что мой мозг, как угольная топка, без топлива не работает. Что же делать? Вот если бы у вас нашлась бутылочка шампанского или чего-нибудь в этом роде, старик Шампань мог бы вам кое-что рассказать. Мне страшно смотреть, как он вводит, блин. Просто, просто, просто этот нож у него на такой степени вокруг летает, блин. Мне всё время кажется, что он попадёт себе этим ножом по горлу, и это будет очень-очень жёстко. Насколько я понимаю, вот это вот салун. Если это салун, то здесь должна быть бутылочка. Не правда ли? Или мне опять нужно вырезать, пока я не найду бутылочку? Потому что шампаня я нашёл как-то немножечко с трудом. Ой, боже мой. Есть ли бутылочка вот у вас в публичном доме? Что вам ещё нужно? Нам надо работать. А-а-а, в публичном доме нет бутылочки. Или вот бутыл... Нет. А у меня есть, и у меня нет. А где достать? А мы и не знаем. Прям кошмар. Кажется, припоминаю. Это было неделю или две назад. Дворецкий, работающий у одного богача, предложил Хонор и компания драгоценные камни. Судя по всему, они хотели совершить сделку быстро и тайно. Однако в наших краях тайны хранить трудно. А как зовут нанимателя этого продавца? Некто Арнсон. Парень с восточного побережья. Очень странный тип, но там, наверное, все такие. Наверное. Ещё кое-что. За последние несколько дней вы не слышали о необычных передвижениях кораблей? Ни один корабль не покидал порт ночью. Вы щедрый человек. Поэтому вам я всё расскажу. Пять дней назад посреди ночи прибыл корабль. Сразу подплыли лодки, погрузили на борт какие-то непонятные ящики, после чего корабль тут же поднял якорь и уплыл. А лодки явно приплыли с болот. Скорее всего, контрабандисты. Как бы то ни было, корабль точно направлялся в старый свет. Но старик Шампань в такие дела не вмешивается. И вам не советует. В наших краях слишком любопытные часто отправляются на корм аллигаторам. Будем иметь в виду. Доброго вам дня. Если захотите устроить себе экскурсию по болотам или ещё что-нибудь, старик Шампань к вашим услугам. В качестве оплаты принимаю доллары или бутылку сами знаете чего. Чёрт побери! Ему нужно было тоже просто дать денег. Но проблема в том, что я теперь не знаю, что делать дальше. Стоп. Я могу перемещаться во французский район. Каким интересным способом, я не знаю, но жмак. Пацан, давайте навестим этого Арнсона. Что нам делать, Холмс? Идёмте, Ватсон, в порт. Э, да, в порт. Ладно, в порт, так в порт. Ватсон, давайте навестим... Что нам делать, Холмс? Идёмте, Ватсон, в порт. В порт. То есть, получается, я должен идти пешком? Наверное. Или нет? Стоп. Возможно, так? Ватсон, давайте навестим... Что нам делать, Холмс? Идёмте, Ватсон, в порт. Я не могу быстро перемещаться Возможно, имеется в виду, что я кого-то Встречу здесь на пути Холмс, сумка Вор, держите вора О нет, вор Побежали за вор Эй, какого черта Батсон, какого черта А, вор Ура, заработало Держите вор, откройся, дверь тупая Держите вор Вон он там, вон он Но я не могу здесь больше пройти Я здесь тоже не могу Погодите, а как же я тогда здесь пройду? Большой вопрос, а я не знаю Нет, серьезно Эээ Эээ Аааа Здесь есть, типа, дверь Стойте Стойте, вор Я не дам вам уйти Потому что я Вон он Вон он Держи, гада Так странно Это очень странная часть геймплея Эээ Ээээ В смысле, вон он? Где вон он? Какой вон он? Где? Какой вон он? Какой нахрен вон он? Что за? А, во! Я понял Я могу делать страшные вещи Передвигаться Во всех самых разных О боже А ну и зайди И зайди Так, куда он дальше мог побежать? А, сюда, наверное Я решил, что он бежит сюда Потому что Совака лаяла Да Что? Почему? Ну Ну ты сволочь Ну Приходится все Оббегать И сейчас опять Совака будет лаять Ну это же неинтересно А ну хватит Отстань Достала Лаять Сволочь Так, я же наверняка Да, я могу пройти здесь Мне незачем туда идти Ты обалдел Мне незачем туда идти Не понял Почему это мне незачем? А, я что, могу как-то перелезть? Забавно Опа И бегом за ним Что, какого хрена? Отстань Отстань, парень, отстань Вы все в сговоре, я знаю, нехорошие какие люди Украли мою сумку Блин, блин, открывайся, дверь тупая Украли мою сумку Вон он бежит Он бежит Он говорит, что мы сюда теперь пойдем И здесь кругом один Лаос Или что это, или как это назвать Кто такой Лаос вообще? Это страна, наверное Я в этом совершенно не разбираюсь Опа Я догоню тебя, урод Ха-ха Вон ты где Как я тут залезу-то? Это явно какая-то физическая задачка, да? Ну-те-ка, давайте-ка разберемся-ка Эта штука здесь А это туда То есть мне нужно Хм, а что я вообще могу сделать? Я могу только убрать ящики и все Ну ладно К черту ящик К черту второй ящик Оу, еее! Теперь я могу продолжать погоню, не правда ли? Здесь есть обдобные лаосцы, которых я теперь называю исключительно лаосцами. Кстати, этот парень не лаосец, у него явно какая-то интересная шляпа, а еще мне кажется, он черный. Но, может быть, я и жестоко ошибаюсь. Так, здесь мы спускаемся, и нужно как-то подняться наверх. Я, в принципе, вижу одну поднималку, поэтому сейчас пробежимся тут, и... Опа-ли-хоп! Так сказать, моей силе позаведуют многие! И я взошел! И я вошел! Здесь еще больше лаосцев. Ну, проклятые лаосцы, вы мне уже надоели. Сюда не надо. Надеюсь, меня не смотрит никто из лаоса. Что такое лаос, е-мое? Предположительно, все-таки страна. А это что, ничего нужного? Ничего нужного, зашибись. Побежали дальше. Бежим! Бежим! Стекло! Стекло это плохо. Ну или хорошо, не знаю. Эй, лестницу отдай, сволочь! И что, прыжок? Нет? Опа! Какой опасный прыжок это был. Так, мы... О-о-о! Вот как можно будет еще переехать по лестнице, не правда ли? Не знаю, я вообще сейчас последую все еще иду. О, да, все еще последую, это хорошо. О, стой, сволочь! Пока я буду стоять и махать тебе кулаком. Ну вот, теперь ты убежал, теперь я могу продолжать бежать за тобой. Должен заметить, что мы можем смотреть сюда. И там происходят какие-то гадости. Так или иначе, скоро мы будем уже внутри. Этот парень явно куда-то исчез. Ну да, он мог исчезнуть! Вот же он! Вот же он! Ну все, стой, не уйдешь! Просто, просто, просто... Тебе осталось жить совсем недолго! Сейчас как свалишься в какую-нибудь мясорубь... Что мне сейчас показывают? Я ничего не понимаю. Он лезет наверх или что? Что сейчас было? Или я должен был видеть его? Я в любом случае никого не видел, так что неважно. И вот она, финишная прямая! Нет? А где такая финишная прямая? Слышь, ты! Это же ты, я знаю! Нет, это не ты! Ладно, в таком случае сюда! Эй! Ты опять сломал весь мой, блин, проход! Ты не хороший человек! И не найдешь таких вовек! Что? Наверху? О, уго! А, то есть я могу проехаться! Вау! Это мне нравится! По-любому я люблю эту фигню! Так, хорошо! А сейчас мы тебя окончательно догоним! Вообще интересно, как вообще люди в это играли на мышке? Это же было как-то, наверное, нереально скучно! Хотя, с другой стороны, какая разница? Если людям нравится играть на мышке, то они играют на мышке! Ё-моё, где я? Мне не нравится эта штука! Она похожа на пресс или типа того! Ой, 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 ой! Я вовсе не это имел в виду! Честно, я не понимаю, куда надо идти! А, о, что-то нашел! Лестница, зашибись! Ты, я понимаю, подождал меня, не правда ли? Слышь ты, вор! А ну, стоять! Так сказать, классика! Не правда ли? Ну да, это, разумеется, единственный путь, куда он мог только пройти! И вот это он! Нет, это не он! Это еще один такой же черный, как и там и был! Видимо, он пошел сюда! Это единственный возможный способ! Конечно, опасно, но все-таки... Пах! Пах! Нет? Нет? Почему нет? Странно! Догадитесь-ка, но... А куда же он мог тогда пойти-то? Только туда и мог пойти! А, во! Видимо, этой штукой я застопорю ту штуку! Это в этом есть какая-то логика! Бац! Все, теперь можно пройти! Круто! А это мы пойдем вниз! Да, полетели, полетели! Эуэй! Это же аттракцион! О! Привет, а ты? Нет, это не ты, это еще один такой же черный! О, Ватсон, какого хрена вы здесь делаете? Я вообще-то думал, что я один бегу! О! Что происходит? Почему здесь стоят люди с ружьями? Это нехорошо, они явно меня задержат! Черт! Это плохо! Стоять вы двое! Не с места! Но здесь вор! Он сейчас улизнет, если... Вор? Какой вор? Я здесь никого не вижу, кроме двух громко кричащих иностранцев, которые к тому же разносят пристань в пух и прах! Полагаю, у вас есть при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность вашего присутствия в нашей стране, джентльмены! Что? Конечно, у нас есть документы! Они были в кейсе! Это был вор! Он... Вы ведь только что позволили ему сбежать с нашими вещами! А он связан с сектой... Что вы имеете в виду, сэр? Вы пытаетесь меня в чем-то обвинить? Э, джентльмены, послушайте... Успокойтесь, Ватсон... Но разве вы не видите, что... Ватсон! Так вы, мистер Холмс и доктор Ватсон! Не делайте вид, что вы этого не знали, сэр! У нас тут еще и умник! Хе-хе-хе! Слушайте меня внимательно, мистер Холмс и доктор Ватсон! Девушки отдыхают... Документов вы нарушаете закон! А нарушители закона в этом штате каждый день идут на корм аллигаторам! Хе-хе-хе-хе! Мя-а-а! С распростертыми объятиями, да, Ватсон? Холмс, прекратите! Теперь мы точно знаем, что нас здесь ждали! Надо попасть в богатый район и найти дом этого Арнсона! Идемте, Ватсон! Время не ждет! Ватсон, давайте навестим этого Арнсона! Понимаю, понимаю! Теперь я наверняка все-таки смогу перемещаться картой! Не правда ли? Вообще, что я могу сказать по поводу того, что сейчас произошло? Мне нравится! Мне реально нравится! Это была забавная погоня! И забавно все это вышло! Правда, не понимаю... Боже мой! Не понимаю, как это все связано с девушкой из борделя! Которой еще и сультовал шериф! Который еще и связан с сектантами! Сволочь! Что вам еще нужно? Нам надо работать! Ну и поработайте со мной! Нет? Ну как хотите! У вас там просто женщина какая-то, блин! Я готов заплатить за информацию! Что, правда? Почему бы и нет? Она, может быть, признается мне в каких-нибудь своих грехах! Было бы забавно! Кстати, у меня, наверное, все еще есть деньги! Нет! У меня больше нет денег! Ополдеть! И документов вот этих у меня тоже больше нет! Ладно! Тогда просто перемещаемся сюда! Вау! Не правда ли это крайне клевый район? Мне лучше повернуть назад! Я понимаю, понимаю! Разумеется! Лучше всегда! Повернуть назад! Если вы не повернете... Эй, че? Ну, она расстроена, я понял! Она не может войти, что ли? У нее кончился ключ? И она еще и убежит от нас? Че за бред? Мы должны помочь! Этой бедной девушке! Наверное! Предположительно! Скорее всего, это правда! Так или иначе! В любом случае, у нас... Похоже, мы на месте, Ватсон! Вот кованые парадные ворота! Да! По всей видимости, она нам еще поможет! Ну-ка, откроете ли вы мне? Похоже, здесь никого нет, Холмс! Очень жаль, Ватсон! Это наша единственная нить! Да-да-да, я понял! Я просто обязан последовать за тобой! Хватит намекать мне на это изо всех сил! Такой... Надо же! Да, она там стоит! Нет, нет! Надо же! То есть, мы не к ней, она к нам! Окей, окей! Только пропустите! А, да! Доброе утро, мисс! Пожалуйста, не бойтесь, мы не причиним вам вреда! Как вас зовут? Эула, сэр! Прекрасное имя! Когда мы сюда подходили, то заметили, как вы вглядывались сквозь решетку этих ворот! Это дом мистера Арнсона, не так ли? Вы его знаете? Да, сэр! Вы не знаете, дом или он? Я не знаю, сэр! Ватсон! Послушайте, дитя мое, к чему все эти слезы? Это из-за моего младшего брата, Дэви! Он служит у мистера Арнсона, и вот уже пять дней как он пропал! Может, он куда-нибудь уехал вместе с мистером Арнсоном? Нет, сэр! Я служу у Галагера в доме напротив! Я бы видела, если бы они уезжали! Случилось что-то очень плохое, сэр! Я это чувствую! Но если вы служите в доме напротив, ваш брат, зная, что вы рядом, позвал бы на помощь случить что-нибудь серьезное? Дело в том, что мой брат, он не такой, как мы с вами! Он очень способный, но он не мой! Ни слова не говорит! Каждый вечер мы с ним встречаемся у входа в конюшню, неподалеку отсюда! Но вот уже пять дней, как он там не появляется! О, сэр! Я так за него боюсь! С ним что-то случилось! Я уверена! Мисс, отведите нас к конюшне! Ватсон, я думаю, что это богом забытое место стало мишенью для злых сил! Вот мы и пришли! Я подожду на улице на случай, если меня позовет хозяйка! А я думаю, что это даже не богом забытое место! По-моему, это очень даже крутое такое продвинутое местечко! Как-то, по-моему, для меня лично это выглядит как рай на земле! Серьезно! Что-то очень-очень красивое! Я бы сказал бы, что это коттеджный поселок! Лучше повернуть назад! Да, коттеджный поселок, как я и сказал, да! Лучше повернуть назад, да! Очень-очень приятное местечко! Не то, что какая-нибудь деревня, в которой я вполне могу... Ватсон, дверь все равно, что не заперта! Просто деревянная щеколда! К тому же, не самая прочная! Означает ли это, что мы можем как-то ее... Закрыто! Например, ножом... Замечательно! Браво, Холмс! Ой, я прям вообще молочек, вообще! Просто решаю загадки! Холмс, эта лошадь умирает от жажды! Бедное животное! Ее не поили уже пять дней, Ватсон! Это ужасно! Ну, а где я могу взять воды? Ведь наверняка это часть квеста напоить лошадь! Это может мне пригодиться! Похоже на гвозди, честно говоря! Ну, возможно, мне придется еще и подковать эту лошадь! Вполне вероятно! Серьезно, здесь нет нигде воды, это плохо! Это плохо! Мне нужно спасти бедную лофатку! Надеюсь, ворота не заперты! На вид они очень крепкие! Открывайтесь! Да! Было бы действительно забавно, если так-так и стоит! Надеюсь, ворота не заперты! Надеюсь, они очень крепкие! Он такой сосредоточился, такой Открывайте! И они открылись! Это забавно! Это интересно! Очень, очень красиво! Какое нахрен богом забытое место! Я был у вас в Лондоне! У вас в Лондоне полный отстой по сравнению с этим! Здесь даже бабочки летают! Видите это? Бабочка! Она почему-то летает среди кустов! Это как-то неинтересно! Я не могу ее разглядеть из-за этого! Но она, в основном, очень красивая и милая! Мне нравится в любом случае... Прекрасные цветы! Кто-то хорошо за ними ухаживает! В отличие от лошади! Что странно, честно говоря! Вот здесь этих бабочек полно! Да! Они действительно... Вау! Серьезно! Эта бабочка суперская! Вы видите? Она, по-моему, даже слегка просвечивает! Как будто бы немного светится! Что-то в ней есть потрясающее! Конечно, она летает по заданной траектории! Но... Но все равно она хорошая! Я не смогу никоим разе сказать, что... Ай, Холмс! Тут целые полчища комаров! Надо возвращаться, Ватсон! Пока нас не съели! Фе! Какая гадость! Ладно, по всей видимости, от комаров у нас будет будущем защита! Здесь есть вода, но некуда ее набрать! Вода! Да! Жаль! Еще один след! Мы на верном пути, Ватсон! Еще один! Я нигде не видел следов больше! Кровь! Однако, учитывая, как мало ее пролилось, рана не очень серьезная! Интересно! Отсюда идет грязный след! Угу! Эти следы недостаточно четкие! Поищем, есть ли другие! Кровь! Было, было, было! По всей видимости, больше ничего здесь интересного нет! Довольно все четко видно! Взгляните, Холмс! Енот! Сюда, сюда, малыш! Они не подпускают к себе людей, Ватсон! Хотя эти животные по своей природе очень любопытны! Ага, то есть, я наверняка смогу как-то этого енота поймать! С помощью какой-нибудь наживки! Или еще чего-нибудь подобного! О! То есть, я, получается, оказался уже сразу за этими дверьми! Понимаю! Понимаю! А встречались они в конюшне как бы потому, что парень никуда не выходил, он просто открывал дверь! И они могли встретиться! Ясно! В общем, у меня есть, так сказать, вода для лошади, но у меня пока что нет никакого ведра для лошади! Это явный минус! Однако, спасать лошадь все-таки, пожалуй, я предпочту в следующий раз! А на этом пока что все! Сами вы знаете даже, кто был! Да, все вы знаете! Бай! 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 Продолжение следует...